Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Александра Стрельцова. А сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. На этой неделе США возобновят переговоры об открытии посольств и полном восстановлении дипломатических отношений с Кубой. Напомню, они прервались больше полувека назад. Помощник госсекретаря по делам западного полушария Роберто Джейкобсон в четверг проведет переговоры с Хосефиной Видаль, ведущим кубинским дипломатом по вопросам отношений с Соединенными Штатами Америки. Эксперты отмечают, переговоры об открытии посольств свидетельствуют о том, что стороны достигли значительного дипломатического прогресса. Благодаря этому обе страны могут перейти к более глубокому диалогу, несмотря на то, что у них сохраняются некоторые серьезные разногласия. Тем временем положительные решения по безвизовому режиму для Украины и Грузии могут принять уже до конца года. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения политики добрососедства Яхан Исхан. При этом он отметил, 21-22 мая на Рижском саммите стран Восточного партнерства ни Украина, ни Грузия не получат безвизовый режим. Хан заявил, на мероприятии сделают упор на обсуждении перспективы получения безвизового режима для Киева и Тбилиси. Россия уже не требует отсрочить вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Кремль заявляет, не против того, чтобы оно начало действовать с 1 января 2016-го. Об этом сообщил российский министр экономического развития Алексей Улюкаев сразу после трехсторонних консультаций в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией. Стороны договорились, что до июля над наиболее проблемными вопросами будут работать эксперты от трех сторон. Они будут решать, как снять противоречия в области работы таможни, технических барьеров, санитарных и фитосанитарных требований к экспорту и импорту. Очень важным элементом является то, что с нами в этих консультациях будет Европейская комиссия. Мы не будем там на один сей с российской стороной, и европейская сторона будет постоянно рядом с нами, работая над будущими решениями. Тем временем украинское госпредприятие «Артем Соль» увеличило объемы экспорта в Евросоюз на 35% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Значительно увеличились поставки соли для промышленной переработки в Венгрию, Польшу и Латвию. Впервые получена заявка на отгрузку более тысячи вагонов соленого минерала для потребителей Венгрии. Кроме соли для промышленной переработки, европейские партнеры начали проявлять интерес к поставкам больших объемов фасованной пищевой соли. Увеличилась и доля рынка некоторых стран СНГ. Грузия стала закупать на 28% больше, Молдова – на 39%. В Минске трехсторонняя контактная группа начала переговоры. Обсуждают срочное освобождение всех пленных и заложников. Об этом сообщила уполномоченный президент Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Герасченко. Кроме того, в Минске проходят встречи под групп по вопросам безопасности и гуманитарных проблем. На повестке дня – соблюдение режима прекращения огня и доставка гуманитарных грузов, которые должны проходить необходимый таможенный контроль. В то же время за минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб. Десять человек получили ранения. Боевики обстреливают украинские позиции из минометов, на что украинская сторона вынуждена открывать ответный огонь. На Донецком направлении остается стойкая тенденция до расширения географии боевых действий. Отром артиллерийских и танковых обстрелов наших позиций в районе Донецкого аэропорта с боку противника боевики проявили активность в Певдене, поблизости селища Гранитное, а также в Певничном Авдеевке, где ранее режим прекращения огня порушивался достаточно редко. В частности, поблизости селища Троицкое произошло боевое столкновение между украинским прикордонным нарядом и диверсионно-розведывающим группой боевиков, которая складывалась из 10 человек. На помощь прикордонному наряду оперативно произошло армейское подкрепление и благодаря слабежным действиям сил антитеррористической операции двух боевиков в ходе боя было уничтожено, решта отступили. Втекающие боевики покидали зброю, в частности, гранатопед РПГ-7В, пять тротилевых шашек и детонатор. А в это время армия Ирака пытается вернуть контроль над городом Рамади. Его захватила ИГИЛ. Для правительственных сил это первая крупная потеря середины прошлого года. За последние дни в боях в Рамади погибли около 500 военных. Боевики ИГИЛ заявили, захватили правительственные танки и казнили десятки тех, кого они называют вероотступниками. Свидетели говорят, тела полицейских и солдат лежат почти на всех улицах города. За последние 72 часа коалиция, которую возглавляют США, по запросу иракской власти нанесла около 19 авиаударов по позициям боевиков. С приходом ИГИЛ из города бежали около 25 тысяч мирных жителей. Большинство направилось в сторону Багдада. Население Рамади состоит в основном из мусульман сунницкого толка. Отбить город отправили боевиков шиитов. Многие опасаются, что это может привести к дополнительным конфликтам на религиозной почве и враждебности по отношению к солдатам. Эксперты говорят, потери Рамади не означают, что ИГИЛ одержит верх. Но это намного замедлит борьбу с террористами. Это не означает, что со временем ИГИЛ захватит Багдад или всю страну. Думаю, со временем ИГИЛ потерпит поражение. Но это, без сомнения, плохая новость. И это отложит контратаку на Масул, крупнейший и важнейший город, находящийся в руках ИГИЛ. В столице Азербайджана, Баку, в пожаре в 16-этажном жилом доме погибли 15 человек, 63 ранены. Трое погибших – дети, задохнувшиеся от дыма. Генеральный прокурор Азербайджана Азакир Горалов заявил, предварительно установлено, что причиной пожара стали некачественные материалы, использованные при облицовке здания. Тем временем в Колумбии оползень практически стер с лица земли поселок. Бедствия вызвали продолжительные дожди. Погибли 60 человек, десятки пострадали. Идут спасательные работы, но их затрудняет плохая погода. Число погибших может возрасти. Власть эвакуировала местных жителей. Существует большая вероятность схода нового оползня. Проливные дожди продлятся в регионе еще несколько суток. На месте трагедии побывал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Нам нужно начать процесс идентификации пропавших людей. Мы не знаем, сколько человек пропало. Более 160 человек из различных организаций ведут их поиски. От Красного Креста, пожарных и сил гражданской обороны до, конечно же, полиции и военных. В то же время число жертв двух мощных землетрясений в Непале приближается к 9 тысячам. Бедствие стало самым смертоносным за всю современную историю гималайской страны. Подробнее о последствиях далее. Первое апрельское землетрясение унесло жизни тысяч человек. Более полумиллиона домов были повреждены или разрушены. В основном в сельской местности. Эти районы труднодоступны и отрезаны от медицинской помощи. Второе землетрясение произошло в прошлый вторник. Мы, наверное, провинились в чем-то. И случилось это землетрясение. Разрушений очень много. Разрушены многие древние строения и достопримечательности. Люди говорят, чувствуют себя беспомощными. Дом разрушен. Что мне делать, чтобы накормить детей? Я ничего не могу поделать. Чувствую беспомощность. Дом обрушился. У нас ничего не осталось. Пример страны подвёл итоги бедствия. Жертв почти 9 тысяч. Травмировано 20 тысяч. Полностью разрушено более 500 тысяч домов. Частично разрушено около 300 тысяч домов. Также практически полностью разрушено около тысячи правительственных зданий. В прошлый раз подобное бедствие было в стране в 1934 году. В результате мощного землетрясения более 8 тысяч человек погибли в Непале и ещё несколько тысяч в соседней Индии. Всемирная организация здравоохранения признала, не смогла оперативно отреагировать на вспышку эпидемии Эболы в Западной Африке. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, ВОЗ создаст резервный фонд с бюджетом 100 миллионов долларов. Она также запустит программу по реагированию на чрезвычайные ситуации. Я больше никогда не хочу видеть, что организация сталкивается с ситуацией, не будучи к ней подготовлена финансово, не имея специалистов или административных ресурсов. Напомню, первые случаи заболевания Эболы в Западной Африке зафиксировали в Гвинеи в декабре 2013 года. А уже в феврале там началась эпидемия. Она распространилась на соседние Либерию и Сьерра-Леоны. И только в августе ВОЗ объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуации, угрожающей мировому сообществу. Неспособность организации оперативно отреагировать на распространение опасной лихорадки вызвала жесткую критику со стороны организаций и политиков разных стран. Согласно последним данным, эпидемия унесла жизни более 11 тысяч человек. 27 тысяч заразились этим опасным вирусом. 9 мая Либерию объявили свободной от Эболы. В Гвинеи и Сейерра-Леоны число заразившихся вирусом значительно сократилось. Покупатели в США стали меньше платить за топливо. Но сэкономленные средства, вопреки ожиданиям, не идут на дополнительные расходы. Американцы предпочитают откладывать деньги или приобретать на них предметы первой необходимости. Особенно это относится к возрастной категории до 25 лет. Почему так, смотрите в следующем сюжете. Ожидания экспертов не оправдались. Они надеялись, что жители США станут вливать сэкономленные на топливо средства обратно в экономику страны. Аналитики прогнозировали, что сектор розничной торговли Соединенных Штатов вернется к росту. Но показатели опустились на самый низкий уровень с прошлой осени. Американцы предпочитают большую часть сэкономленных средств тратить на вещи первой необходимости, продукты или аренду жилья. Низкие цены на бензин большинство американцев рассматривает как временное явление, не постоянное. Многие полагают, что цены вернутся к прежним показателям. Так что они пока не рассматривают сэкономленные средства как постоянную составляющую их бюджета. Пятая часть населения направила сэкономленные деньги на сбережения или инвестиции. В основном в эту группу входят американцы в возрасте до 25 лет. Тех, кто потратил дополнительные деньги на развлечения или отдых – всего 14%. Эксперты говорят, именно нежелание тратить стало главной причиной медленного экономического роста. «Людям не хватает денег, зарплаты не растут, поэтому наша экономика не сможет вернуться к быстрому росту, пока люди не начнут зарабатывать больше». При этом другие исследования показывают, что среди американцев растут показатели финансовой уверенности. Только 16% опрошенных сказали, что за последний год их экономическая ситуация ухудшилась. В 2011 году так считали 35% американцев. Изобретатель из Нидерландов разработал самозаживляющийся бетон. В будущем он позволит эффективно ремонтировать дороги и дома, а также экономить на строительстве новых путепроводов. Изобретатель отмечает, со временем обычный железобетон покрывается микротрещинами, в которые проникает влага. После нескольких циклов замерзания и оттаивания надломы расширяются, после чего вода доходит до арматуры, запуская процесс ее коррозии. Ржавчина занимает больше объем, чем исходный металл, и в результате бетон начинает трескаться и расслаиваться. Для противодействия процессам эрозии ученый предложил добавлять в структуру железобетона на стадии его производства смешанные с молочнокислым кальцием бактерии рода бациллус. Он обитает в камнях около активных вулканов и щелочных озер. Автор ноу-хау утверждает, теперь, когда в трещины будет попадать вода, она пробудет бактерии от спячки. Те начнут поглощать соль и выделять кальцит, отложение которого и заполнят образующиеся в бетоне щели. Бразилию покорили танцоры в инвалидных колясках и танцоры с обычными возможностями. Их творческий коллектив образовался еще 16 лет назад. Участники уже дали более тысячи концертов по всей стране и за рубежом. Об этом далее. Участники необычного коллектива научились гармонично дополнять друг друга в любом танце. Брейк-данс, самбо или вальс. Им по плечу любой стиль. Танцоры уверены. Наступило время, когда общество должно переосмыслить свое отношение к инвалидам. Занятие танцами помогает инвалидам повысить собственную самооценку, ощутить значимость для общества. Танец сначала был для них реабилитацией. Начиналось с того, что человек лучше узнает собственное тело и начинает лучше воспринимать самого себя. И лучше воспринимать себя в обществе. Теперь танцы для этих людей в инвалидных колясках стали творческим увлечением. Хореограф помогает им раскрыть собственный потенциал, придумывает интересные номера, заполняя их акробатическими движениями. В 2012 году танцевальная труппа представляла Бразилию на церемонии закрытия летних паралимпийских игр в Лондоне. Она выступила совместно с популярным бразильским певцом Карлина Санбрауном. Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова